Двух одинаковых путешествий в один город не бывает. Доказано перезагрузкой. Всем привет! Это «Орел и Решка. Перезагрузка» и наши американские приключения подходят к концу. За время путешествия по Америке мы столько всего увидели. Бархатную зелень Гавайев. Или «Голубоглазый океан»? А помнишь, как мы фестивалили в Новом Орлеане? А вспомни бескрайние, бесконечные соляные поля Боливии. А Чили? Ты помнишь, как ты сиганула в эту пропасть? Мурашки до сих пор. Аризона, Аризона! Ты помнишь, как я летал над каньоном? Я жир! Сколько всего интересного, Птушкин! Но, друзья, к сожалению, наши американские каникулы подошли к концу. И закрывать американскую перезагрузку, конечно же, будет Нью-Йорк! Это идеальный город для финальной программы. Нью-Йорк – это же американская мечта! Орел! Орешка! Привет, Нью-Йорк! Давай, не томи! В Нью-Йорке золотой картой буду я! Настюха, не расстраивайся! Потому что, сейчас скажу очень банальную фразу, но Нью-Йорк с долларами он очень красивый, интересный и веселый. Ну, удачи тебе! Окей, я понял. Хорошо. Нью-Йорк – великий город. У этого клочка земли какая-то особенная гравитация. Которая со страшной силой притягивает к себе людей со всего мира. Перезагрузка тоже не смогла устоять перед его магнетизмом. Розможность! Супер! Извините, сколько до Манхэттена? 50 долларов. Японский городовой. 50 баксов. Вот что, сдурили. Так как такси – это запредельно дорого, я думаю, не только для бюджетного туриста, а первым делом вам нужно найти аэртрейн, который довезет вас до метро. И тут мой любимый открытый вагон, когда уже можно рассматривать город. Пусть сегодня мы с тобой не там сели, пойдем. На финальный уикенд американского сезона я решил взять себе не Роллс-Ройс, не Бугатти и не Феррари. А самый культовый транспорт Нью-Йорка – легендарное желтое такси. Но не обычное, а у которого за рулем самый крутой таксист в городе. Привет, куда едем? Джон – таксист желтого кэба с 40-летним стажем. Он знает о городе все. А еще у Джона свое комедийное шоу. Что делать мальчишке в Нью-Йорке? Отрастить бороду, чтобы продавали сигареты. Но я тогда еще и не думал, что это фото будет красоваться на моих правах 10 лет. Так что у меня и водитель, и веселый экскурсовод в одном лице. Джон, ты не против, если я арендую тебя и твою машину на два дня? Два дня, четыре, да сколько угодно. Я ничего не теряю. Хочу пожать тебе руку. По рукам. Заметано. Сколько это будет стоить? 300 долларов в день. А бензин? О, все включено. Отлично. А теперь благополучненько ищем метро. На станции метро нужно купить специальную карту и пополнить ее. Я закину пока 10 баксов. Па-бам. Погнали. И сразу же с карты списывается 5 долларов за эйртрейн и еще 2,75 за метро. Ничего себе, я не успела зайти в город, а уже с меня списали 7,5 баксов. У меня денег осталось ровно на одну поездку. Дорого-богато. Многие говорят, что Нью-Йорк – столица мира. Но когда спускаешься в его метро, отказываешься в это верить. Облезлые стены, мусор и крысы играют в догонялки. Но все же метро – самый удобный транспорт Нью-Йорка. Где бы ты ни оказался, в пешей доступности будет одна из 470 его станций. Многолюдненько, однако. Каждый день в метро передвигается 7,5 миллионов человек. И если бы что-то случилось, какой-нибудь поезд встал, то все, город бы парализовало. А еще метро – самый доступный транспорт Нью-Йорка. Да, на наши деньги одна поездка в метро стоит 72 гривны. Но ничего дешевле и быстрее тут не существует. Кстати, в Нью-Йорке метро работает круглосуточно. Его не закрывают на ночь, оно работает 24 на 7. Желтое такси – это такой же символ Нью-Йорка, как Empire State Building или Статуя Свободы. Это просто легенда этого города. В Нью-Йорке 13 тысяч желтых такси, которые каждый день перевозят, просто вдумайтесь, 600 тысяч человек. Итак, что есть в этом такси? Во-первых, самое главное – это пространство для ног. Посмотрите, я могу спокойно вытянуть ноги. Есть связь с водителем, то есть есть специальная кнопочка, которая называется интерком. Ты ее нажимаешь и слышишь, что тебе говорит водитель. Но если ты, например, интроверт и не хочешь слышать, что тебе говорит водитель, выключаешь и не слышишь. Чудесно. Есть карта. То есть история, когда тебя таксист повез какими-то обходными путями, в Нью-Йорке не работает. Ты реально видишь, куда он тебя везет, потому что у тебя это все показано прямо на дисплее внутри автомобиля. Терминал для приема банковских карт. И окошко, как бухгалтерии, для приема налички. И даже кондиционер. Здесь есть еще панорамная крыша, которая, конечно же, при желании удобно закрывается такой вот шторкой. Такси в Нью-Йорке – это правда путешествие с комфортом. Вообще такси в Нью-Йорке – это супертранспорт. Не верите? А если я скажу, что этот желтый кэп стоит дороже, чем Бугатти Вейрон? Это правда. Чтобы выехать на дороге Нью-Йорка, нужна специальная лицензия. Вот такой жетон, который прикручивается к капоту машины. Цена за этот жетон доходила до двух миллионов баксов. Джон, кстати, правда, что лицензия на такси на год стоит миллион? Нет. Два или три года назад место стоило 2 миллиона долларов. Но когда в городе появились приложения по заказу такси, цену снизили до 100 тысяч долларов. Люди, которые взяли кредиты, чтобы купить себе место за миллион, становились банкротами. За последний месяц четверо водителей покончили жизнь самоубийством. Это чудовищно. А сколько денег зарабатывает таксист в день? Мы работаем по 12 часов и зарабатываем примерно 125 долларов в день. Иногда 200. Но с появлением приложений по заказу такси, ситуация изменилась, и ты можешь вообще ничего не заработать. Почему люди выбирают приложения по заказу такси, а не желтый кэп? Основная причина – их много. Если желтых кэпов 13 тысяч, то у новых сервисов 100 тысяч машин. Ты звонишь, и через 5 минут они на месте. Они повсюду. Вдобавок, они дешевле. У них есть разные тарифы, их цены могут варьироваться. А у нас все по счетчику. Это все, конечно, очень грустно. Легенда нью-йоркского такси, которую мы узнали, она потихоньку умирает. Просто потому, что люди не могут оплачивать свои счета за аренду такси. Ну вот он, Нью-Йорк. Что тут говорить? Как только ты попадаешь на его улицы, становишься частью кинофильма. Но так кажется, когда ты турист и первый раз в Нью-Йорке, а для местных жизнь в этом городе похожа на небоскреб, где у подножия нищие, а на верхних этажах – богатые и знаменитые. Я буду жить там, где-то в облаках и покажу вам мир богачей. А я буду ходить по земле и покажу вам, как выживают в Нью-Йорке те, у кого за душой всего 100 баксов. Но ты в Нью-Йорке как в каменном лесу, постоянно задираешь голову, рассматриваешь все эти небоскребы. Шея затекла. Хочется уже смотреть на эти небоскребы не вот так, а вот так вот. Сверху. Собственно, мне ничего для этого делать и не надо. Ух ты, а тут приятно. Кожаные сиденья, навигация, кондиционер? Слава богу. Слушайте, ну это, ребятки, это лакшери. Богатому человеку стоит только щелкнуть пальцами, и Нью-Йорк покажет себя самой лучшей страны. Ух ты! Это же статуя свободы! А вот и Манхэттен. И Централ Парк. Посмотрите, какой он огромный! Вот мы сейчас летим на самолете, а некоторые небоскребы еще выше нас. В Бедном Нью-Йорке тоже придумали способ посмотреть на город. Но задешево. Сделать это можно с парома Нью-Йорк-фэри. Для местных это привычный общественный транспорт. А для туриста еще и экскурсия всего за 2,75. Вот с воды уже очень хорошо видно, насколько плотно застроен Нью-Йорк, какое огромное количество зданий. И мне кажется, это единственный город такой в мире, где их настолько много, они все такие монументальные, но смотрятся безумно красиво. Если бы Колумб знал, что Америка, которую он открыл, будет выглядеть вот так, его бы хватил удар. А ведь когда-то европейцы купили Манхэттен у индейцев за мешок бус и рыболовных крючков стоимостью в 24 доллара. Сейчас Манхэттен со всей землей и домами потянет на 1 триллион долларов. В богатом Нью-Йорке крутятся огромные деньги. Здесь их столько, что богачи уже не знают, куда их потратить. Неудивительно, что именно в Нью-Йорке появилась индустрия абсурдно дорогих блюд. Орел и Решка уже рассказывал о бургере за 666 долларов. Лобстер, мраморное мясо, икра. И о десерте за штуку баксов. Безумно вкусен. Мы продолжаем нашу рубрику пообедай на годовую зарплату бюджетника. Друзья, просто поймите меня правильно. Конец сезона, последний город. Я, конечно, мог себе заказать простую яичницу в меню. Ну зачем? Если есть яичница за 2 тысячи долларов. А вот, кстати, и она. Вам не послышалось. Две тысячи долларов за омлетик. Роскошно. Из чего же делают самый дорогой омлет? Снизу жареный картофан. На нем омлет из 5 яиц. И мясо лобстера в сливочном соусе. Так откуда же такая цена? А вот откуда. 300 граммов отборной черной севрюжьей икры. Ну вот, все и сложилось. В бедном Нью-Йорке тоже всем хочется кушать. Только максимально дешево. Тут каждый цент на счету. Неудивительно, что здесь появилась целая индустрия копеечной еды. Вот вам шаурма за 6 баксов. Вот хот-дог за 2,75. А вот пицца за доллар. Такие заведения открывают бедные мигранты для своих же. В Нью-Йорке для бюджетного туриста есть маленькие уголки рая. А именно пиццерия, где можно купить один кусочек пиццы за 1 доллар. Видно, что заведение пользуется огромной популярностью среди местных. Посмотрите, сколько народу. Бесконечный поток. Все едят дешевую пиццу. Друзья, только посмотрите, насколько огромный кусок. И здесь очень-очень щедро насыпано все сыром. За один бакс, ну реально, супер для перекуса. Совершенно неожиданное сочетание лобстеров, картохи, яишенки и черной икры. Безумно вкусно. Тоненькое тесто. Горячее. Идеально все прожарено. Вправленный сырок. Все просто богически. Скажу вам честно, самая обычная яичница с самыми обычными лобстерами и черной икрой. Но дело же не в яичнице, а дело в том, что ты заказал ее за 2000 долларов. И все это видят. Так что дело в понтах. Пицца за 1 доллар. Заходите и пробуйте. Это правда очень вкусно. Не хуже, чем в Италии. А жало в Италии. В богатом Нью-Йорке все живут только в самом дорогом районе города. На Манхэттене. Но найти квартиру, да еще и на Манхэттене, ну это, мягко говоря, непросто. Здесь даже разработали специальные карты, которые могут помочь тебе с поиском. Ну вот смотрите. Есть расовая карта. Зеленым отмечено, где живет больше всего белых. Голубым, где больше афроамериканцев. Желтым цветом покрашены кварталы с латиноамериканцами, а красным с азиатами. Есть карта, где указана стоимость аренды квартир, чтобы можно было выбрать стены по карману. Здесь есть даже карта клопов. Я сейчас не шучу. И если вы считаете, что клопы могут жить только в неблагополучных районах, то вы ошибаетесь. Им вполне комфортно даже на Манхэттене. Так что, когда вы в следующий раз услышите выражение «клоповник», ну вы понимаете. Нашел я себе одну квартирку вот в этом здании. Из плюсов. Во-первых, расположение хорошее. А во-вторых, здесь находится квартира президента США. Вон там, наверху. У президента Дональда Трампа есть свой личный небоскреб, в котором он живет. Кстати, американцы не называют небоскребы небоскребами, а зовут их просто башнями. Так вот, на последних этажах этой башни президент США отгрохал себе роскошную трехуровневую квартиру вместо бабушки-консьержки на входе настоящий блокпост с автоматчиками в бронежилетах. В этот уикенд я стану его соседом снизу и, надеюсь, Дональд меня не затопит. О, приветствую, Энтони. Привет! О, вау! Вау! Это прям винтаж. Это итальянский антиквариат. Антикварная итальянская мебель. Оригиналы картин итальянских мастеров. Шелковые диваны. Да здесь одного серебра на миллион долларов. Винтажная коллекция чемоданов Луи Виттон. И даже домофон. Если захотите купить такую квартирку, будьте готовы выложить за нее 4 миллиона долларов. В стоимость включены все произведения искусства и этот вид на пятую авеню. За 4 миллиона долларов у тебя квартира с видом на пятую авеню. Новости, конечно, у меня не из самых приятных. Так как Нью-Йорк безумно дорогой город, сколько здесь стоит жилье, я вообще говорить не буду. Ну что тут говорить, если на Манхэттене койка, в хостеле стоит минимум 50 долларов. И даже такие недешевые варианты уже за три месяца невозможно забронировать. Поэтому мне не остается выбора, кроме как воспользоваться старой доброй услугой – каучсерфингом. В Нью-Йорке живет 600 тысяч выходцев из наших краев. Очень хорошо, что среди них много каучсерферов. На запрос мне ответила девочка Женя, которая живет в районе Бэйшор. Вот это попандос. Если бы я знала, что билет до каучсерфера будет стоить мне 11 баксов, подождите, это же еще обратно, это 22 доллара. Я бы добавила еще денег и сняла бы какую-нибудь захудалую койку. 22 доллара за каучсерфинг. Да, сложно искать позитив за окнами, через которые ничего не видно. Хочу ехать час. Оказалось, Бэйшор – это не район Нью-Йорка. Это деревня на окраине острова Лонг-Айленд. От Манхэттена трястись 80 километров. Микеле рассказал, что владелица этой квартиры – итальянка и близкая подруга Дональда Трампа. Вау! Когда барышня уезжает греть свои косточки на Сицилии, она ее сдает. Дональд Трамп часто бывает в своей квартире? Сейчас он с семьей живет в Вашингтоне, но часто останавливается здесь, когда приезжает по делам в Нью-Йорк. Вы видели его? Да, конечно, и не раз видел в лобби. Ну вот Микеле видел, значит, и у меня есть шанс все-таки увидеть его. Тем более сейчас выходные и есть шанс, что он вместе с семьей приедет из Вашингтона, чтобы насладиться видом из своей трехэтажной квартиры на последнем этаже в Трамп Тауэре. Но обычному парню в очках стать соседом Трампа не так-то просто. Юристы проверят вашу кредитную историю. Служба безопасности прошерстит чуть ли не всю родословную. Соберется совет жильцов и будет решать, достоин ты стать их соседом или нет. Но главное условие – ты можешь арендовать квартиру в доме Трампа минимум на год. Поговорим о цене. Эта квартира сдается минимум на год. Какие правила? Но мне нужны апартаменты на два дня. Нет, это невозможно. Минимум на месяц за 16 тысяч долларов. Не меньше. Я и так беру на себя очень большую ответственность. 16 тысяч долларов в месяц. Хорошо, значит договорились. 16 тысяч долларов. В месяц, да. Договорились. Хорошо, по рукам. Фух. Что за село? Куда приехали вообще непонятно. Где остался Нью-Йорк? Простите, хоть один небоскреб на территории. Excuse me, sir. I don't know how can I get 9 Cleveland Avenue Bayshore? You know? You know? No? Not really sure. I don't know. I'm sorry. I don't know, where is the 9 Cleveland Avenue? You had a… are you taking a cab? No walking. That's a long walk. Yeah? You gotta go all the way down to 5th Avenue and make a ride. В часе езды от квартиры президента США начинается полный трэш. Дороги разбитые. Тротуаров нет. Под ногами мусор. Вообще все так четенько придумано для пешеходов. Тротуарчики вон. Растительность вон. Такое ощущение, что я… Уху! Cleveland Avenue! Наконец-то я тебя нашла. Я тут Женя. Анастасия. Это же очень приятно. Наконец-то я вас нашла. Я очень долго вас искала. Замерзла, но нашла. Вот здесь. Ой, как у вас миленько. Как тебя зовут? На русском говорит или на английском? Повезло тебе в отличие от меня. Женя родом из Киева. Три года назад решила провести отпуск в Нью-Йорке. Здесь встретила своего будущего мужа и осталось жить. А супруг у вас чем занимается? Айскрим тракс. Машина с мороженым. Зимой он занимается лимузином. Это как? Такси есть, как лимузин люди вызывают, чтобы в аэропорт подъехать. Красиво. И еще куда-то. Берет еще вариант у кафе или это возле бассейна. Женя рассказала, что жизнь в Нью-Йорке не сахар. Это город, в котором, чтобы выжить, нужно крутиться, как белка в колесе. Все животы приедут. Нью-Йорк – город мечта. Чтобы сюда приехать, люди продают машины, дома, бизнес. Но Нью-Йорк не насытен. Он проглатывает эти деньги не жуя. Чтобы задержаться здесь еще на месяц, нужно вкалывать сутками. Говорили мы с Женей еще долго. И в итоге я составила полный портрет жителя Нью-Йорка. Нью-Йоркер никогда не перебирает работы. Иначе на его место тут же придет Хорхе из Мексики, Лью Дянь из Китая или Коля из Беларуси. У него на счету каждая минута. Он ест на ходу, пьет на ходу, печатает смс на ходу. Он никогда не готовит дома. Его еда – забегаловки, фастфуд и кулинария в супермаркетах. Он не заводит отношения. Для него это лишняя трата времени и денег. Он выбирает быть одиноким карьеристом. Если вы мечтали о такой жизни – добро пожаловать в Нью-Йорк. Мне, конечно, очень неловко спросить, спрашивать. Но я такой вообще замерзший бедный турист. Может быть у вас есть какой-то горячий чаек или бутербродик? То есть у меня есть украинский борщ для вас. Борщ? Серьезно? Я борща не ела уже миллион лет, честно говоря. Тем более с этими американскими фастфудами я не отказалась бы, если честно. Борщ. Это неожиданно. Да, никак не думала я, что в Америке буду есть борщ. Вот вам и Америка, друзья. Пошел я, значит, на 63-й этаж. Ну, вы поняли. Ну, чисто просто по-соседски познакомиться, понимаете. Ну, там, за солью, скажем. Так что вы думаете? Охрана говорит, у нас здесь частная территория, у нас здесь президент живет, понимаете. И не просто ж как бы они поговорили, понимаете. Они же запретили снимать. И мало того, что запретили снимать. Они сказали, так как у нас вот президент живет, удалите все. К чертовой матери, понимаете. Ну, ну, ну так вообще с соседями так поступают. Вот скажите мне. И знаете, если у них на 63-м этаже вот труба прорвет, я им помогать не буду. Вот просто принципиально не буду. Все, роняем запад, понимаете. Слушайте, такие мультики удобные. Тут же что-то пишут, говорят. Я с такими темпами английский выучу скоро. Бананас. Хуже произношение, кажется, проклевывается. Потом досмотрю. До сладких слов. Утро выходного дня у каждого нью-йоркера начинается в Центральном парке. Централ парк – это гигантская прямоугольная поляна посреди Манхэттена. Рыночная стоимость земли под парком – 30 миллиардов долларов. Но, несмотря на это, ни у кого даже мысли не возникает забрать себе хотя бы ее клочок. Если бы у Нью-Йорка не было Централ парка, этот город задохнулся бы в бетоне. А так, посмотрите, людям есть где отдохнуть. Покататься на великах. На роликах. Выгулять собачек. Поиграть в мяч. А еще в Централ парке все поголовно бегают. Люди из богатого Нью-Йорка совершают пробежку по Централ парку под контролем фитнес-тренера. Люди из бедного Нью-Йорка бегают сами по себе и сжигают столько же калорий. Когда и те, и другие набегались, все падают прямо на траву. И Централ парк превращается в сплошной пикник. Это будет идеальное место для пикника. Солнечно, красивые парни рядом, мяч, который так и норовит прилететь мне в лоб. Что еще желать? За абсолютно смешные деньги в пикнике Настюшке Ивлеевой есть простейший хот-дог. Животворящий йогурт, сырная палочка безумно вкусная. Никогда бы не подумала, что когда-нибудь я буду сидеть в Централ парке на травушке. Кажется, где-то рядом есть кафе Централ Пэр, где встречались герои сериала Друзья. Реально такое ощущение, что это все сон. Я как будто в кино. Настя? Привет! Привет! А что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? В смысле у меня пикник. Пикник? Да, все едят. Слушай, а пикник – это прикольная идея. Только можно сделать это красиво. Лэдис, ваш выход. Конечно, в богатом Нью-Йорке есть услуга «Идеальный пикник». За 250 долларов тебе постелют мягкое покрывало с подушками, дадут японский зонтик от солнца, подадут клубнику, три вида сыра, орехи и сухофрукты, овсяное печенье и ягодную содовую. Вот это вот пикник. А это травоволяне. Сколько ты отдал денег за эту свою зонт? 250 долларов плюс чаевые. Я с золотой картой не могу иначе. Я хочу выделяться. Вот с этим зонтиком ты выделяешься 100%. Поверь мне, Антон. Только не так, как ты хотел бы. Я потратила меньше 10 баксов за тот же самый сыр, хот-дог, йогурт, но единственное, что без зонта. Панторез очкастый. Хочешь клубники или снеков? В Нью-Йорке есть место, одинаково значимое и для бедных. И для богатых. Это мемориал 9-11. 17 лет назад здесь произошла страшная трагедия, после которой Америка до сих пор приходит в себя. Было ясное сентябрьское утро, которое совсем не предвещало беды. Кто-то пил утренний кофе, кто-то опаздывал на работу, а кто-то, ничего не подозревая, летел по своим делам в Лос-Анджелес. Без 15-9 утра пассажирский лайнер, захваченный террористами, на полной скорости влетел в башню Всемирного торгового центра. Спустя 20 минут еще один самолет с полными баками горючего врезался в соседнюю башню. Люди, которые находились ниже места столкновения, эвакуировались из здания, а те, кто был выше, оказались в западне. Все лестницы были отрезаны от земли огнем. Чтобы не сгореть заживо, люди выбрасывались из окон. Огонь сжигал этаж за этажом. Жар был настолько сильным, что стальной каркас здания начал плавиться и вскоре не выдержал. Так, в 9.59 под давлением верхних этажей рухнула сперва одна башня, а спустя полчаса – вторая. В это страшное утро погибло 3 тысячи человек. В это страшное утро погибло 3 тысячи человек. Несмотря на то, что земля под торговыми центрами стоит миллиарды, ни у кого не поднялась рука построить на их месте новые небоскребы. В память о трагедии из фундаментов сгоревших башен сделали фонтаны. Бегущая в них вода – быстротечность жизни. А черные провалы – пропасть, которая поглотила тысячи душ. Откуда бы ты ни посмотрел, ты везде видишь черную пропасть. По периметру всего этого памятника написаны имена погибших и даже их нерожденных детей. И если вы видите цветок, который находится рядом с именем, то это значит, что у этого человека могло бы быть сегодня день рождения. А у этого дерева интересная история. Оно выжило после теракта и сейчас для всех нью-йоркцев символизирует победу жизни над смертью. После случившегося от этой груши остался только обгоревший ствол. Дерево увезли с места трагедии и ухаживали за ним целых 9 лет. Когда грушу вернули на прежнее место, она расцвела. Мемориал 9.11 – особенное место. Здесь чувствуешь боль тысячи людей. Я не знаю как, но американцы могут передать весь масштаб трагедии, просто построив на первый взгляд обычные фонтаны. Мы продолжаем нашу рубрику «Сходи в ресторан на зарплату бюджетника», только уже не за год, а за 5 лет. Простите. Да, просто бокал мартини за 10 тысяч долларов. Это же Нью-Йорк. В коктейль за 10 тысяч баксов входит лед, водка. Итальянский вермут, оливки и сущий пустяк. Бриллиант полтора карата за 9 тысяч 990 долларов. Здесь 100 бюджетов Насти. Да, к хорошему быстро привыкаешь. Настюша, за тебя. Я не могу не отомстить этому буржуру. Поэтому пришла в заведение, в котором каждый день до 7 часов вечера можно заказать устрицу за доллар 25. Я пошла дальше. Я заказала себе три. Пусть думают, что у меня муж миллионер. Ладно. Возьмем голыми руками. Она такая маленькая, что я даже не поняла, что это было. Все. Мой аристократический ужин подошел к логическому завершению. Мало, но красиво. На вкус коктейля бриллиант никак не влияет. И вообще это девчачий коктейль. Американцы любят таким образом делать предложения своим девушкам. Только вместо камня в него бросают кольца. Вот так вот коктейли выпил, а осадочек-то остался. Маме подарю. А знаете, в чем секрет этого коктейля? Дело в том, что здесь внутри находится бриллиант на… Где бриллиант? О, черт! О, черт! 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 Как же я не заметил! Черт! Метро в Нью-Йорке – это не только удобный транспорт, но еще и бесплатное шоу талантов. О, да комилы! Слышь комилы! ПОМИЛЬНИЕ В СИНИИ КАКЛИЦИИ Если в Нью-Йорке у тебя нет денег, ты смотришь выступления в метро, как Настя. Если у тебя есть деньги, идешь на Бродвей, чтобы посмотреть известный мюзикл, как Леся с Аланом. А если у тебя денег куры не клюют, ты сам можешь стать частью известного бродвейского представления. Шоу «Стомп» будоражит Бродвей уже 25 лет. Артисты разрывают все шаблоны и выступают без единого музыкального инструмента. Вместо барабанов у них – мусорные баки и швабры, вместо тарелок – металлические крышки, а вместо палочек для ударных – обычные палки. Ребята, вы крутые! Я столько о вас слышал! Как пришла в голову идея создать такое шоу? Идея простая. Чтобы заработать денег, мы играли на подручных средствах прямо на улицах города. Людям понравилось. И теперь мы собираем залы по всему миру. Я не ударник, но немного разбираюсь в музыке, чувствую ритм. Может, вы покажете? Не обязательно быть ударником! Просто держи спички! Так меня посвятили в мастера игры на спичках. Дальше я стал гуру мусорных крышек. А потом – сенсеем всех швабр. Если ускорить, то может показаться, что у меня получается. Орел и Решка. До сих пор подметаете пол без музыки? Тогда мы идем к вам! Последние 100 баксов в этом сезоне. Счастливые! Блин, думал порвал. А, не порвал. Чтобы найти бутылку в Нью-Йорке, отправляйтесь в Томпкинс-сквер-парк. Подойдите к площадке для выголоса бак так, чтобы авеню Б оказалась за вашей спиной. Там, в дереве у забора, и спрятан наш нью-йоркский подарочек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте признаемся честным. Побывать в Нью-Йорке – мечта каждого из нас. Увидеть Уолл-стрит. Прогуляться по Бродвее. И, конечно же, утонуть в огнях ночной Тайм-скуэр. Вот она, главная площадь Нью-Йорка – Тайм-скуэр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо тебе, Нью-Йорк, что в честь финала сезона ты нам устроил фейерверк из огней на легендарной Тайм-скуэр. Сейчас на ваших глазах сбылась мечта, девчонки. Я на Тайм-скуэр. Америка, спасибо тебе за Нью-Йорк. И вообще за весь этот сезон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коман. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой ты красивый. Не вы, а город. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как тебе? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, я начинаю. Нью-Йорк просто волшебный. Я так счастлива, что именно этим городом мы завершаем наши американские каникулы. Потому что после Нью-Йорка меркнет все. И мне так грустно, что это заканчивается. Ну, перестань. Не одна ты грустишь. Посмотри. Дождь. ДО. Город тоже грустит. Понимаешь? Да что там город. Вся Америка грустит, что ее перезагрузка заканчивается. Но на планете еще много континентов, которые тоже нуждаются в перезагрузке. Поэтому мы не будем заставлять их ждать и мощнейше врываемся перезагружать another country. Вау. Друзья, до встречи. Любим вас неистово. Любишь меня? Да. А ты? Конечно. Потому что ты любишь больше меня или Нью-Йорка? Нью-Йорк. Знаешь, почему-то я тебе верю. У тебя нет поводов мне не доверять. Нет. Нет.